Вы говорили в начале урока о сердцах богатырей. Так как же размягчить сердце и не оставлять его сердцем богатыря? Непонятно это. Сердце всегда остаётся сердцем, всегда оно твёрдое. Но я должен решить, что благодаря этим действиям, которые я делаю в группе, когда я прихожу, встречаюсь с ними на конгрессах, участвую с ними вместе против желания. Против желания, потому что есть сопротивление моего тела. Это моё тело, да? Я обязан убрать из него что-то. Так, я думаю, как бы, но когда я убираю, снимаю с него какую-то часть, для того, чтобы как-то согласовать себя с товарищами, построить себя. Каждый так делает. Таким образом мы строим стену, строим стену здания. Ведь получается так, что я не убираю с себя то, что хорошо для меня, а я убираю то, что мне мешало для достижения высокой цели. И это помогает мне убрать все эти вещи, которые мешают мне желаниями, моих стремлений. Тогда мы строим вместе из себя более высокое Кли. Вместе. И так мы строим. Так как бы идти в сопротивление? Всё должно идти в сопротивление. Да, всё в сопротивление. А если ты как раз наслаждаешься встречей с товарищами? Да, это так, пока мы не начнём понимать. Так же и разделять эти внешние силы. То есть откуда у нас есть землетрясение? Откуда землетрясение? Почему вдруг приходит к нам? Почему именно здесь? И так далее. Или ещё что-то, какой-то, я не знаю, эпидемия, или пожар, или цунами, и так далее. Пока мы не начнём понимать все причины этих случаев. И мы сможем тогда противиться им по-другому, чем сейчас. Мы сейчас строим преодоление против преодоления. Мы должны изнутри себя так как-то приспособить, чтобы все силы природы менялись с помощью нас, и так же и внешне. Мы строим такие из себя кирпичи, то есть такие камни из своих сердец, такую форму, чтобы они приобретали, для того, чтобы они были подходящие друг к другу. И тогда мы приводили в соответствие то, что есть внешне и внутри. То есть внутренний свет и окружающие были соответствовали друг другу. То есть вот эти вот стены, они не были бы отдельными наших сердец, для того, чтобы они помогали нам только лишь подчеркнуть, насколько мы по природе своей разные от Творца, а по нашим желаниям мы хотим стать подобными. Но если мы хотим работать на Творца в радости... Пожалуйста. В радости — это значит, я хочу наслаждаться, то есть это как бы желание получения. А, зависит от того, от чего ты получаешь удовольствие. Если я себя подстраиваю под товарищей, я вижу, как мы все вместе строим храм Творца, что мы все строим, 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 благодаря тому, что каждый подстраивает и приводит себя в соответствии с тем местом, где Творец наполняет. И тогда я наслаждаюсь этим, то есть я как бы убираю из себя все эти мысли, желания, действия, которые мешали мне для раскрытия Творца, которые мешали нам, нашему объединению. То есть чем больше я сделал, тем больше я построил места больше для Творца. А до этого не было для него места. Не было для него места, где кровиться. Я понял, спасибо.